Здравствуйте! Скоро приближается праздник 8 марта. Сегодня по этому поводу мы решили поговорить на тему красота. Красота – очень важное понятие в жизни каждой женщины и мужчины. Так что же такое красота? Почему одни вещи мы называем красивыми, а другие нет? Как нас впечатляет красота? Красота в глазах смотрящего. Что это значит? Это значит, что есть люди, которые способны видеть красоту, а есть люди, которые не способны. И так как это понятие субъективное, и для каждого своя красота, то это интересно действительно, как люди видят красоту. Это же и внешнее, это может быть красивая музыка, красивая природа. Красивые отношения, красивые мысли, душа красивая. Красивые поступки. Я думаю, что то, что гармонично, то, что воспринимается человеком как положительное, человек, скорее всего, называет красотой. Чем он впечатляется, восхищается, да? Да, но в этом должно быть впечатление, должно быть более такое позитивно, окрыляющее, вдохновляющее. А бывает красота страшная, пугающая. Ну да, красота – это вообще страшная сила. Но тем не менее, красота всё равно очень важна в жизни каждого человека. Когда нас окружают красивые вещи, когда мы слушаем красивую музыку, неважно, пусть она будет именно красивая для нас, да? То есть это всё равно благотворно влияет на всё наше существование, на то, как мы мыслим, на то, как мы воспринимаем окружающий мир, какие отношения у нас строятся. То есть красота – это та сила, которая нас заставляет жить лучше. Поэтому очень важно окружать себя красивыми вещами, одеваться в красивое, то, что тебе нравится действительно. Да, вот это важно. Кстати, вопрос вкуса тоже очень важен. Я считаю, что важно, потому что именно то, вот этот момент, именно то, что тебе нравится, потому что, в принципе, мы не можем определить, как другой человек видит одну и ту же вещь, один и тот же поступок, одни и те же отношения, да? Но вот это вот именно то, что тебе нравится, то, что вызывает у тебя позитивные эмоции, я думаю, это очень важный такой атрибут красоты. Да. Красота, ты сказала, в отношениях. Угу. Очень красиво. Да, это хорошо иметь красивые отношения, хотя это непросто, да? Красота, кстати, очень заслуживает таких усилий, да? То есть, в принципе, это не совсем так легко быть красивым, да? Красота – это ещё и опрятность, аккуратность, да, это требует некого такого подхода. Да, мыслей, так сказать, намерений, да? То есть, это, в принципе, всё создаёт вот это гармоничного, красивого человека, да? С природой, наверное, в этом отношении немножечко проще, да? Да. Природа, она сама по себе красива. Но здесь другой вопрос, да? Красоту природы нужно научиться замечать. Да. Воспитывать в себе вот эту способность замечать красивое. Да. Отмечать его, радоваться. Да. Чем чаще ты видишь красивое, тем чаще, чем... Чем чаще. Да, тем тебе хочется, так сказать, быть более красивым. Поэтому очень важно ходить в музей, видеть красивые вещи, искусство, природу, слушать хорошую музыку. И, да, это дело вкуса, конечно, дело вкуса. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, кому-то пухленькие, кому-то худенькие. Это не только внешняя тема, не только внешность. Но я думаю, что есть какой-то, всё-таки есть какой-то закон определенный. Наверное, когда есть аутентичность, человек в своей природе ничего не придумывает, а являясь собой, когда он с собой вот в миру, в таком гармонии. Я думаю, в принципе, вообще, так сказать, вот эта естественность, она порождает красоту. Конечно, естественность не та, которая, как мы говорили, неопрятная, такая, вот я буду такой, какой я есть, вот любите меня все, я вот такой красивый. То есть, в принципе, это требует определенной самодисциплины, опять-таки, да, то есть каких-то усилий. Но, тем не менее, вот эта вот естественность, она, в принципе, скорее всего, красивая сама по себе. Хотя здесь очень часто бывает, что люди используют стереотипы, да, то есть, если ты, допустим, если считается, что там, не знаю, блондинки должны быть, вакинум, более красивые, чем темноволосые, да, то, в принципе, многие мужчины, в принципе, так и считают, да, хотя… Я думаю, это психология, это просто реакция на цвет, но многим мужчинам, наоборот, нравятся брюнетки или рыженькие. Да, точно так же, худенькие или полненькие женщины тоже, некоторые любят такое, некоторые считают, то это красиво, некоторые считают, то другое красиво. А бывает такая красота, что к ней даже не подступиться никак, то есть она на пьедестале, вот эта красота, и наоборот, людей даже пугает такая красота. Да, ну потому что красота в любом случае, она требовательна, да, то есть… И это большая ответственность, быть красивым, например, да, кстати, это большая ответственность. И требует смелости. Да, очень часто именно вот красивые женщины, они настолько красивые, что люди боятся к ним и подойти, и познакомиться, и поговорить, я говорю про шикарных женщин, да. Мы все шикарные женщины. Ну, тем не менее, красота, она, в принципе, везде, и, как ты сказала, очень важно научиться ее замечать. То есть именно отдавать себе отчет, вот если, допустим, нам что-то нравится, то, в принципе, именно сознательно относиться к этому, сказать, вот это красивая вещь. Опять-таки требует смелости, да, потому что зачастую, говоря, «О, это красиво», мы-то, кстати, вызываем целый шквал, допустим, каких-то отзывов, да, говорит, «Ой, как ты можешь считать это красивым? Почему ты решил, что это красиво?» Поэтому это тоже требует смелости, да, вот именно отслеживать. Но опять-таки красота – это прежде всего индивидуальность. Да, индивидуальность. И еще говорят, красивые вещи не требуют внимания, то есть их и так замечают, они не просят внимания. «Посмотри на меня». Они и так красивые, их все видят. Все говорят, «Вау, красиво!» Да? Да, но это, в принципе, вот это и требует смелости, да, потому что если что-то красивое или кто-то, или человек красивый, или женщина красивая, то вот это вот, не пугаться вот этого внимания – это тоже определенный навык, потому что внимание, оно, в принципе, достаточно требовательное. И если потом ты где-то там чуть-чуть ошибся, или где-то так не так выглядишь, да, то, в принципе, получаешь очень большую долю критики. И к тому же, что для женщины принято считать, что это очень важно, быть красивой или симпатичной, аккуратной, опрятной. Это очень важно. Ну, я считаю, что это очень хорошая такая планка, к которой женщина может стремиться. Неважно, что происходит, как вот это вот стремление к красоте зачастую вытягивает тебя из очень многих разных ситуаций жизненных, потому что это тебя дисциплинирует, это тебя вдохновляет, это тебя делает лучше и поднимает на какой-то другой уровень. Я хочу сказать, что красота, это часто неудобно. Например, вот шпильки, да, или там какие-нибудь красивые вещи, они часто очень неудобно в них. Но при этом женщина это делает, что для нее это вот красиво. Бывает, наоборот, некоторые делают такие длиннющие какие-то, такие ногти, да, а кому-то это может не нравиться. Ну, естественно, да, потому что, опять-таки, здесь тема вкуса, да, у каждого свой вкус, у каждого свое понятие красоте, да, но тем, и красота, в общем-то, занимает определенные усилия, чтобы красоту поддерживать, так сказать, создавать эту красоту, это определенные усилия, время, намерения, так сказать, ты должен вложить, чтобы оставаться, так сказать, в этом амплуа. И намного легче там немножко занизить планку, и просто пойти в чем-то так комфортно, удобно, это легче, меньше критики. Да, меньше ты не заметен, никто тебе ничего не скажет, так сказать, но тем не менее красота, как мы говорили, она создает весь, так сказать, фон жизни. То есть если в жизни у тебя больше красоты, если ты все-таки надела эти шпилечки, если ты все-таки, так сказать, сделала причесочку, и если тебя все-таки заметили, согласись, и тебе где-то кто-то сказал комплимент, то есть совершенно другая жизнь, так же, ощущение другое, сразу позитив, так сказать, в твою жизнь вливается, и есть смысл, так сказать, продолжать. Мне кажется, важно чувствовать себя красивой, во всяком случае стараться быть красивой для себя, не обязательно даже для других людей, а именно вот для себя. Да, тут, кстати, очень такая вот грань, да, ты хорошо что упомянула, потому что многие люди стараются быть красивыми для кого-то, да, это, в принципе, достаточно сложно, если твое понятие красоте не совсем совпадает с понятием о красоте того человека, для которого ты пытаешься быть красивой, да, то, в принципе, вот немножечко изменяя себе это... Ну вот, вот индивидуальность и природа, не надо ни под кого подстраиваться, на мой взгляд, нужно соответствовать своей природе. Тогда это будет естественная красота, да? Да, это стандарты. Вот, да, сейчас девушки очень любят вот такие большие губы делать, это же не значит, что всем это нравится, или это действительно красиво. Ну, почему-то считается в наши дни, что это очень красиво, и молодёжь прибегает часто к операциям каким-то, причём красивые девочки. Идёт на жертвы какие-то. На жертвы идут, чтобы понравиться кому-то. Есть даже женщины, которые делают операции, увеличивают бюст, увеличивают попы, там что-то меня, для того, чтобы удержать мужчину рядом с собой. Ему нравится, тебе должно нравиться. Да, самое главное, чтобы красота была, так сказать, красивой для тебя самой. Угу. Да? Это влияет на нашу самооценку. Ой, конечно, самооценка и вкус, и смелость, и индивидуальность, это всё, так сказать, всё это красота. Красота. Да, но красота бывает не только внешне, да, то есть красота, в принципе, в поступках, красота мысли, души, это тоже всё красота, то есть это, я считаю, что это вот именно индивидуальность, именно естественность, именно вот высшие какие-то грани любого качества, это всё, в принципе, атрибуты красоты. Да, красота – это высший палатаж. Да. Это мы к этому стремимся. То, что нас поднимает, да. Угу. Ну, весь мир, весь мир красив, надо просто учиться это видеть. Да, вот это очень важно тоже. Как научиться видеть красоту в каждой дневной жизни, ведь она каждый день присутствует, она везде. Да, обращать внимание. Обращать внимание на неё. Хочется поздравить всех женщин, девушек, бабушек, всех женщин с женским днём. Это очень красивый праздник, и он, да, конечно, нам надо, чтобы подарки дарили не только 8 марта или цветы, а в любой другой день, но этот день, он достоин внимания, он не так легко дался женщинам за эти века, когда женщина не получала равных прав, как и мужчина. Женщины сделали большую работу для нас, для нашего поколения, для будущих поколений. Мы теперь можем голосовать, мы можем водить машину, мы можем учиться. Да. Раньше женщина не могла учиться, вот, поэтому мы поздравляем всех женщин и желаем вам душевных сил, энергии, красоты, радости, и любить себя и свою жизнь. Да. И пусть каждый ваш день будет наполнен красотой. С праздником! С праздником!